Осуществить мечты и подарить веру в чудо. В прошлом году на почту Бендер пришло около семи сотен писем от детворы. Кто-то просил ноутбук, кто-то хотел конфет, кто-то делился хорошими делами, а кто-то просто писал пожелания зимнему волшебнику. Почти половине адресатов, авторов самых добрых писем в ответ прислали новогодние подарки. В этом году акцию намерены повторить и призывают юных горожан возрастом от 5 до 12 лет вновь приобщиться к эпистолярному жанру. Чтобы стать участником акции, нужно написать письмо, прийти в отделение связи, приобрести конверт и, соответственно, марочку к нему, заклеить и бросить в почтовый ящик. Таким образом, письмо попадет к Деду Морозу и Дед Мороз отберет самые необходимые, самые хорошие письма, которые потом примут участие, будут отобраны для поощрения. Запоминайте адрес – город Бендеры, улица Дзержинского, 26. В письме необходимо сделать пометку – Деду Морозу. А еще обязательно указать обратный адрес и контактный телефон, а также возраст автора письма. Отправить послание Деду Морозу нужно не позднее 15 декабря. Эта акция призвана научить детишек, скажем так, эпистолярному искусству, научить их правильно мыслить, излагать свои мысли, делать хорошие дела. То есть, здесь очень важен нравственный аспект. Впрочем, у акции есть и развивающая цель. Она показывает, кто такой почтальон, для чего нужны марки, что такое индекс и как письма путешествуют по миру, преодолевая порой тысячи километров. Такие открытки в канун праздников когда-то почтальоны измеряли килограммами. Люди старшего поколения хорошо помнят то время, когда не было современных электронных средств связи. Люди писали письма, люди покупали открытки и поздравляли своих близких, знакомых в далеких уголках Советского Союза. Открытку из прошлого можно получить и в наши дни. Акция стартовала уже сегодня. В ней могут принять участие и дети, и взрослые. Раритетные открытки на почте сохранились. Я призываю наших горожан приобрести открытку современную. Она недорогая, рубль 10 стоит. Есть по 3 рубля, по 4 рубля. И, соответственно, получить раритетную открытку, которая была выпущена 30, 40, 50 лет назад в подарок. Открытка из прошлого. Такая акция нацелена на сохранение хороших традиций. А поощрительный приз – это сама открытка и тепло души отправителя, которые почтальоны обязательно передадут адресату. Жанна Настас, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.